Слушай небо и внимай земля, потому что Господь говорит, Я сыновей родил и возвысил, а они отвергли меня. Бог знает хозяина своего, и осел ясли господина своего, А Израиль меня не знает, и народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ наполненный грехами, Семя лукавое, сыны беззаконные. Вы оставили Господа, разгневали святого Израилева, повернулись назад. Во что же еще будете вы поражать, увеличивая беззаконие? Вся голова в болезни, все сердце в печали. От ног даже до головы нет у него здорового места. Или струб, или язва, или воспоенная рана. Нельзя приложить пластыря, не елея возлить, не повязки наложить. Земля ваша пуста, города ваши пожжены огнем, Стану в глаза ваших поедать чужие, и опустела разоренное чужими народами. Осталась дочь Сиона, как шатер виноградники, И как овощное хранилище в огороде, как город осажденный. Если бы Господь Савовов не оставил нам семени, То мы сделались бы, как Содом, и уподобились бы Гаморре. Итак, когда Исайя начинает пророчиться, Он начинает резкого и жесткого обличения Бога. Бог приходит посмотреть на свой народ, И первое, что он видит, что народ гниет. Гниет грехами и беззакониями. Поэтому, по слову Бога, Исайя призывает на свидетели небо и землю. Как говорит Иоанн Стауст, почему небо и землю призывает Исайя? Потому что небо и земля благотворили евреям. С небес падала манна, да, на еврейский народ. Земля же напаяла их водой из гранитного камня. Вот таким образом, небо и земля, Они выступают свидетелями против отступников и мятежников, Которые подняли мятеж против Бога Всемогущего. И вот, и дальше Бог говорит, Яков говорит, Я родил сыновей и возвысил, а они отвергли Меня. А каким образом родил и возвысил? Дело в том, что в Ветхом Завете было некое преобразовательное усыновление. Если мы становимся действительно детьми Бога Отца, Чистое Сокрещение, этот израильский народ Клифтин назывался первенцем Бога. Первородным сыном Бога. Почему? Потому что у израильского народа Не было отдельного ангела-хранителя. Израильский народ охранялся непосредственно Господом Богом. И вот, и он был, израильский народ находился в особом попечении у Бога. И вот, рожденные дети Богом, Дети, которых Бог действительно родил, В каком смысле упоминается лечь, что дети рожденные были Богом? А если вы вспомните, Как родился предок израильского народа Исаак, Помните? Сколько лет было у отца? Сколько лет было Аврааму, когда он родил Исаак? Сто лет. Да, сто лет он когда родил. Девяносто девять было, когда начало. Но таким образом он не должен был появляться на свет. Но чтобы вообще человек не думал, Авраам не думал, что Исаак его сын, Чтобы как бы отрезать от обычного честного рода, Помните Бог, что говорит, что он говорит, Он говорит, возьми, принеси его жертву. Потом он запрещает его убивать, так? Но Авраам понимает, что Исаак уже не его сын. Это сын обещаний. То есть он как бы отрезан от рода человеческого. Он выделен из рода человеческого. Он Божий. Поэтому и называется Израиль народом Божиим. То есть так же, как мы в крещении отрезаемся от рода человеческого, Становимся Божиим. Точно таким же образом. Понимаете? Связь какая? Но действительно связь с нашей землей рвется. Возникает связь с небесами. С небесным Богом. Именно поэтому, если там чуть-чуть там мусульман пальчиком тронут, Начинается риск. Так? Чуть-чуть евреев тронут, Сами понимаете, какой эффект получается. А христиан реже забивает, и молчание. А почему? А потому что мир все считает христиан предателями. Подсознательно. Он их не виз в упор. Они как беженцы из этого мира. Они как будто здесь живут, но как люди невидимки. Именно поэтому и мир считает, что убить христиан, ну ничего не особого. Как говорит столько книг о псалме, помните, считают нас как овец обреченных на заклане. То есть которых никто не жалеет. Там барана залезли, ну залезли барана, там мясо поесть. Вот точно так же к христиану мир относится. Именно потому, что христиане иные, не отмирные существа. И вот подобное же рождение было в ветхом завете народа Израиля. Он был отрезан среди всех народов и стал имим Божиим. Он говорит, я их не только родил, я их еще возвысил. Дал им, возвысил чем? Дал им верить и законы, которые исполняет человек, будет жив. Как бы в описании, да? Дал им откровения, дал им пророков, дал им святую землю. Спогнал с нее народов, так? Заботиться о них так, что Израиль полностью жив исключительно на доверии Богу. Как только он был верен Богу, все, ему было в суть не очень страшно. И его боялись трогать, понимаете? Ну как заколдованный народ, так его воспринимали, как заколдованный, зачарованный народ. Кстати, заметьте, что евреи сейчас точно такой же, только в обратном стороне. Как зачарованный и заколдованный, да? А потому что в уделении это Божие сохранилось, только оно стало сейчас проклятием. Евреи не могут быть, как обычные люди. То есть даже христианин, который отказался от христианства, не может остаться обычным человеком, понимаете? Да, он становится хуже, становится отступником. А печать на него сохраняется, понимаете? Только эта печать сейчас его ржет, они не благословляют, понимаете, да? Известный случай, когда приостановители просили, чтобы с них крещение сняли детское. Просто говорит, невозможно работать с кстаной, по-нормальному. Вот. Да. Потому что вот печать не снили, но она не смываемая, кстати, знаете, да. И вот, и Господь говорит, я сыновей родил и возвысил, а они отвергли меня. Это страшный приговор Бога, так? Я поднял своих детей, а мои дети подняли против меня мятеж. Они отбросили меня. И чем они отбросили? Взмущение заключалось в первую очередь в том, что в Иудее начала царить толерантность. Они стали поклоняться Богу истинному вместе с другими богами. Главное искушение Израиля было не просто отвержение Бога, как было вот у русских, да? Вот у русских в 20-м веке просто хулили Бога, же творящего, воевали против него. научаемые, да, злодеями из других народов. Но вина их отразменишь не станет, сами понимаете. Вот. А евреи же, они не хотели формально Бога свергать. Они хотели за одну и. Знаете, по такому нормальному, ну, евреи-бизнесмены. Понимаете, евреи, они всю жизнь бизнесменами были. А есть, ну, принцип бизнеса какой? Что все яйца в одну корзинку не кладут. Поэтому, чтобы было удобнее, нужно служить Богу, в одном случае, да, и Яхве, да, и в одном случае служим, в другом случае мы служим Баалу, в третьем случае Астартия, у нас свой Бог на каждый случай жизни. Вот такой чистый языческий подход. Но для Бога это измена, это просто настоящая измена. Причем Библия употребляет те же слова, которые употребляются в отношении к супружеской измене. И более того, для Библии супружеской измены лишь слабая пародия на вот эту величайшую измену. Потому что для Библии, для английского языка, былутые измены, в первую очередь, это былутые измены против Бога. Измены против человека лишь тень от этой измены. Понимаете? И вот здесь как раз и говорится, что народ отверг меня. Бул знает хозяина своего, и осел ясли господина своего. То есть кормушку господина своего. А Израиль меня не знает, народ мой и не разумеет. То есть, ну вот даже известно, ну, смысл даже понятен, я думаю. Понятно, так? Там, как приходит корову кормить, что она начинает делать? Там мордой потрется, да, там, она помучит благодарности, так? Что вот ей кормить пришли. Вот. А Израиль не знает. И даже по древнему преданию эти слова предсказывали, что только волы и осел будут согревать христа, пещеры Рождества. Поэтому, наверное, и изображаются как раз-то животные, да, в пещере Рождества Христова. Итак. Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Что значит знать Бога? Как вот апостол сказал, к стыду вашему скажу, что некоторые из вас не знают Бога. А это очень страшные слова. Есть люди, которые не знают Бога лично. Они слышали нечто о Боге. Ну, есть такой там, да? Есть такая сила, вот такое могущество, мы к ним даже книжках читали, так? Но лично его никогда не слышали, не видели и с ним не общались. Вот это и есть незнание Бога, которое является тяжелейшим преступлением для всякого рожденного от Бога. Почему? Я думаю, догадываетесь, да? Представляете, если я отказывался узнавать своего отца, общаться с своим отцом. Как вам? Хорошо это будет? Очень. Вряд ли, да? Вот так. А незнание Бога и есть вот такой тяжелый мятеж против Бога. Незнание Бога, заключается в том, что человек не слушает Его, не беседует с Ним, то есть не разговаривает с Ним, то есть молитв, да? Не общается с Ним, не живет по Его воле, не подчиняется Ему, а живет по своей воле, а для Него Бог как будто бы не существует. И существует как что-то далекое такое, которое можно так языковое внимание принять, но не больше. И дальше говорит пророк, «Увы, народ грешный, народ переполненный грехами, семя лукавое, сыны беззаконные». То есть в еврейском тексте тоже жестко сказано, «племя злодеев, сыны погибели». То есть вы стали чем? Вы стали общенародно грешными, народ, который переполнен грехами, и семя, семя лукавое, то есть вы сами лукаво живете, лукавое правило своим детям передаете, да? Вот все, лукавое правило жизни, лживое, извинящее. И сыны погибельные, то есть люди, которые сами губят других, и из-за этого сами погибают. Вот такой приговор Бога, да, страшный, целому народу, который был изгнан Богом. «Вы оставили Господа, разгневали Святого Израилева, повернулись назад». Как раз-то в этом мятеже. Человек оставляет Творца всего, да, Святого Израилева, то есть главную святыню свою, он к ней задом поворачивается и живет так, как будто бы нет Бога. Видели таких лисичь сейчас? И люди, которые родились от Бога, купили крещение, а потом повернулись к нему с задом. Знаете, это и есть тот самый мятеж. Мятеж самый настоящий, наглый, высокомерный, гордостный мятеж против повелителя Вселенной. Бог что-то спрашивает вас. Причем интересная есть разница в славянском и в русском и в еврейском тексте. Она взаимодополняющая. Здесь мы видим, я думаю, два оттенка смысла, которые переданы в разных редакциях, но смысл в одном и другом случае правильный. Во что вас бить еще, продолжающие свои упорства по-еврейски? Во что вы еще будете поражать? Увеличивая беззаконие по-гречески. Смысл какой? Бог спрашивает, во что вас наказывать? Вас наказывают, вы не приходите в себя. А в греческом Бог добавляет, что вы еще ломать будете дальше? То есть вы грешите, я вас бью, наказываю, а вы еще больше грешите. Что еще собираете грешить дальше? Вся голова в болезни. все сердце в печали. Итак, голова народа это царь и правительство. Вся голова болеет. Так говорит, голова народа. Гниет, друг гниет голову. Так поговорка говорит. Вот голова находится в ранах, то есть в ранах грехов. Грехи пронизали все правительство, говорит Бог. Сердце в печали. То есть священники и левиты, которые должны следить за состоянием народа Божия, не следят за ним. Они в печали занимаются заботами своими, они погрязли в своих делах, в личных, в семье свои погрязли. И поэтому они не заботятся о народе. Сердце народа оказывается не заботящимся о самом народе. Вот как я слышал, один священник говорил, что главный священник должен о своей семье заботиться, о втором месте же о приходе. Вот именно это в Писании описывается. Под этими словами. Да. Сначала народ Божий, вторая семья, никак не наоборот. Иначе то самое, что и здесь описано в слое. От ног даже до головы нет у него здорового места. То есть все народное тело, весь организм не осталось ни одного здорового места. Или струб, или язва, или воспаленная рана. Дословно. язва это язва так ли, что их нельзя очистить. То есть выжить из них гной. Раны нельзя перевязать. Синяки их нельзя смазать, смыщить елеем. Все это показывает, что человек весь народ полностью оказался пронизан. Зараза, что Бог это я даже не знаю, с чего лечить-то начинать. все оказалось зараза. И результатом это является, что Бог карает народ. Земля ваша пуста, города ваши сожжены огнем, страну вашу в глазах ваших поедают чужие, и опустела, разоренная чужими народами. Так вот и было во времена пророка Исаии, когда на глазах его, при царе Ахазе, Бог стал посылать на Израиль, на Иудею, на народ за народом, народ за народом. Идут и грабят, грабят, грабят. У нас бы что стали делать? У нас стали говорить, какое подлое правительство, какие подлые грабители, так. Вот видите, логика была какая? А у пророков какая логика? Смотрите, кто вас бьет? Кто вас бьет? Понимаете? Удар за ударом. Чьи удары? Чьи удары? Вот, помните, мы говорили как-то о 20 веке. Кто бил Россию? Кто стоял за Питлером? Знаете? И за Сталиным, и за Лениным? Один и тот же. Один и тот же. Господь Бог. Понимаете? Который бил таким образом, обнаглевший, возмутившийся, мятежный народ. Понимаете? Ну так. У нас вот любят картинку такой золотой Руси делать, но надо понимать, что Бог правит народами по справедливости. Мы видим эти законы, так? Если человек нагло поднимает мятеж против Бога, Бог, он не просто впускает. Обратите внимание, что Писание не сказано про попущение, а сказано про активное действие Божие, так? Бог посылает этих вот, карателей, да, которые карают, карают, пока не выживет, не выживет зло из людей. Сейчас спрашивают, а зачем это делается? Как вы думаете? Да, это очень важно, потому что на самом деле, когда начинают нас говорить, там, ой, все у нас плохо, потому что там такая бедность, или там, пенсии не хватает, ну понимаете, это же ерунда. Какая бы у тебя не была пенсия огромная, так? Но ее после смерти почему-то перестает выплачивать. Даже непонятно, почему она перестает. Да? Вот, и сколько бы не стоила колбаса, она, как бы, тоже покойникам не очень нужна. Вот. Это очень важно. А вот покаяние нужно, понимаете? Изменение жизни нужно. А Бог смотрит, для него самое важное, Для него важно не физически стоять сейчас человек, так? Для него самое важное состояние духа человека, потому что дух переживет тело, и дух восстановит, и ради этого духа Бог восстановит потом тело в день воскресения в цельном виде. И дальше говорит Писание. Осталась дочь Сиона, как шатер в винограднике, и как овощное хранилище в огороде, как город осажденный. То есть, дочь Сиона, это обычное название Иерусалима. Дело в том, что на еврейском языке города, они имели женский рот, как у нас Москва женского рода, так и в еврейском языке Иерусалим, это Иерусалима женского рода. И, кстати, женский рот, это название города не случайно. Потому что Иерусалима считалась орицетворением святого народа, который считался женой Бога. Бог муж, а жена это святой город. Именно поэтому женский рот. и так, поэтому дочь Сиона остается в полном разгроме. Представьте себя, шалаш стоит в огороде. От огромного города шалаш в огороде, там, эвостное хранилище. Во времена Исаия этого еще не было. Но Исаия пишет, как будто осуществилось. И что же, прошло 50 лет, через несколько лет после смерти врага Исаия, действительно, Иерусалим превратился в Голый холм. Там было, жители оставшиеся сидели в шалаше, там, да, в овощном хранилище, а потом и это исчезло. Пока Бог не смидывался над Израилем, да, и не вернул святой народ в святой город обратно, да, с его виловского плена. То есть предпрерабочность, которая сбылась через десятки лет после этого, после его произнесения. И вторично она сбылась во время разрушения святого города войсками Тита. в 70-м году после Рождества Христова в отомщении за смерть Христа Спасителя. Как город осажден, то есть получается что, то что что город будет осажден, он будет отрезан от всех. Это и предсказывается настоящая стада города, которая произошла позднее, да, и показывается, что он у всех, что город оказывается отрезан от всех духовных сил. Понимаете, да, все ангелы Божии раскрепили от него. Вот самое страшное наказание, которое пришло на святой город, как говорит пророк Иезекиил уже позднее, заключалось не в том, что он был осужден, а окружен войсками, не то, что там мор был, не то, что голый был, а то, что Бог вышел из храма и подкинул храм. И ангелы Божии ушли из храма, и жертвы перестали действовать. Понимаете, вот это гораздо страшнее. Это было самое страшное наказание, которое Бог обрушил тогда на Израиль. Окончательно же он покинул Израиль в день голговской жертвы Христа. Итак, а вот эти слова как раз Боже, Боже, зачем-то остались у меня, да, вот они может как от этого нет, они относятся к всему проклятному человечеству. Да, от лица проклятного человечества Господь вызывает, а не от лица Израиля. А не от лица Израиля? Нет, от лица Израиля. А он не говорит здесь. И если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и уподобились в Богоморье. Здесь упоминается одно из имен Бога Господь Саваоф. Раньше было имя Святой Израилев. Святой означает запредельность, главная святыня Израиля, да? Главная святыня Израиля был сам живой Бог, который не изобразим, который не вмещается ни в какие телесные места, да, он является самым святыней для Израиля. А здесь же говорится, что он называется Господом Саваофом. Саваоф. Мы даже поем эту песню. Что имя Саваоф означает? Воинство и Саваоф. Господин небесных воинств. Господь и Сил небесных. Поэтому здесь говорится, что если бы Господь Саваоф, который появился в Саваоф, что здесь Господь Саваоф является главой небесного и земного войнства. Собственно, Израиль, как и церковь, считается частью воинства небесного. Я сказать, не Израиль, но за это церковь. Поэтому наша церковь называется воинством еще, вы знаете, да? Потому что мы часть воинства небесного, а Господь Саваоф наш полководец, который ведет церковь в бой, чтобы завершить это сражение великой и окончательной победой над лихом проклятием смерти. так, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделали бы как Содом и подобрились бы Гаморе. Ну, понимаете, Содом и Гамора кончились чем? Мертвое море, да? Абсолютно полное сражение. Но Господь Саваоф он сохранил с великого отступничества, которое описывает Исаия, пророк, он сохранил некое семя, которое позднее будет называться остатком. Эта идея священного остатка или священного семени, она, начиная с проклятия, идет сквозь весь светский завет, и вновь она продолжается. Апостол Павел говорит, что даже сейчас, в наше время, Бог сохраняет остаток верных ему и потомков Авраама по плоти. Вот идея святого остатка это идея, которая была предсказана, выдвинута Богом через Рокий Сай. Есть масса людей, которые уходят от Бога, есть небольшая группа верных Богу людей, которых он там себе сохраняет, которые являются остатком народа Божия, над которыми действуют все благословения Бога живого. Вот священного остатка он с еврейского народа был всегда и даже сейчас есть. Естественно. Они кланятся Бога Авраама Исаака Якова, продолжая придерживаться завета, который был заключен с их предками, потому они верят в Иисус как Мессию Христа. Сколько их процентов? В России 40% евреев. Как-никак, это очень кое-то 40%. Из евреев 40% по-рослану христианин. По-рослану христианин. Это и есть тот самый святой осказок, о котором рассказывает Иссание. Впрочем, это касается и тела Церкви Божией. Потому что Господь сказал, что есть многие и вас неверующие. Так и есть и в Церкви внутри Церкви Божией, несмотря на отступничество мятежа людей, которые родились от Бога, но в крещении, но которые не следуют за западем, сохраняется святой остаток. Святой значит выделенный остаток. Причем само парадоксально, что само слово святое означает то, что его члены остатка будут ненавидеть. Больше даже, чем внешне. Понятно, да? Те люди, которые отступили от Бога, они больше ненавидят христиан, чем те, кто его никогда не знал. Это понятно, да? Совесть их грезет, понимаете? И они пытаются найти оправдание, почему они стали отступниками и предателями. Но здесь сказано же, что Господь, он таким образом сохраняет сам остаток, несмотря на то, что видимым взглядом даже пророк не может не видеть ничего здорового. Представляете, пророк высматривает, здорового пытается найти и не видит. А Бог говорит, а остаток есть, я вижу. А такой подобный эпизод был за два века до этого, когда Илья, пророк, жаловался Богу на еврейский народ и говорил, Господи, чего же делать мне? Лучше забери мою душу, потому что пророков твоих они убили мечом, священников твоих они разогнали, все твои алтари разрушили, остался я один и он ищет, чтобы меня убить. А Бог говорит, что я отступник я накажу, ты не расстраивайся. Я сам сохранил семь тысяч мужчин, которые не преклоняли колено своим предвалом и не устать не обозвали его. То есть мы не видим, а в глазах Бога остаток есть. И даже когда кажется, что церковь какая-то полностью сгнила или народ Божий сгнил, то мы видим, что мы знаем, что Бог сохраняет остаток своей силы, своей воли. Это очень важный момент, потому что, например, это выявляется самый неожиданный момент. Я рассказывал, что время великолепных гонений 20 века очень часто оказывалось, что те люди, которых считали какими-то знатоками православия, они оказывались отступниками. А те люди, которые были недостойны даже священного сана, блудниками, пьяницами, они оказывались верными Христу. Они раскаивались и через покаяние доставились даже мученического венца. Мы не знаем здесь, кто избран в этот священный остаток, потому что избрание зависит от сердечного настроения человека. Не от просто воли Бога, а от воли Бога, которая исходит из того, что происходит в глубинах человеческого сердца, которое невидимо ни для кого, кроме Творца. И дальше Господь обращается к руководителям еврейского народа очень мягкими словами. Слушайте Слово Господне, князья садомские. Хорошая, да, так мягкая, да? Обнимайте законы Божии народ гоморский. Так по-доброму тогда. Да, вас говорят, ну это же вы считаете святые, хорошие, да, ну да, князья садомские, народ гоморский, да, слушайте, садомицы наши, да? Вот. Что мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я присыщен всесожжениями овнов и жира агнцев и крови валов и козлов я не хочу. И не приходите являться ко мне, ибо кто требует этого от рук ваших? Больше не ходите по двору моему. Если вы принесете мне самую лучшую муку, то напрасно. Курение вашего, Влада, это мерзость для меня. Новомесячи ваших и суббот и великого праздничного дня, то есть праздника очищения я не могу терпеть. Пост и праздность и новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Вы стали мне в пресвещении и я не больше не могу терпеть грехов ваших. Знаете, Бог говорит, да? Когда простые руки ваши ко мне, говорит Господь, я отверну от вас глаза мои. Если вы умножите моления, я не услышу вас. Ваши руки полны крови. Омойтесь и бойте часы. Отымите лукавство от душ ваших перед глазами моими и отстаньте от лукавств ваших. Научитесь делать добро, ищите правосудного суда, избавляйте обиженного, разбирайте дело сироты и уважайте права вдовы. И придите, и будем состязаться, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багреница, как снегу не уберю, а если будут красны, как пурпу, как волну уберю. Если захотите, послушайте меня, то будете вкушать блага земли, а если не захотите, не послушайте меня, то меч пояс вас, ибо уста Бога Господь не сказали это. Это вот как раз-то слова Бога, они верны и сейчас, да? Когда приходят некоторые люди, да, с руками полными крови, думают, дай-ка я откуплюсь от Бога, там, да, храм построю, свечи построю, там, да, откуплюсь и буду делать беззаконие так же, так, да? Бог говорит, не надо, не ходите там, закройте двери, лучше храм вообще закрыть, чем такие будут приходить, понимаете? Бог говорит, мне ваши жертвы не нужны, отвратительны, не просто не нужны, они отвратительны, ваши праздники не воношу, говорит Бог. Понимаете, да? И не потому, что праздники все плохие, да, или там жертвы плохие, а потому, что внешнее исполнение богослужения прикрывает внутреннее беззаконие и злодейство. И Бог говорит, не думайте, я не языческий божок, меня не купишь, меня не обманешь, меня не подкупишь, меня вокруг пальца не обведешь. Я все знаю. Поэтому все эти не пытайтесь меня задобрить какими-то жертвами, продолжая беззаконничать дальше. Нельзя это делать. Сами эти праздники можно, как бы, чтобы вы понимали, на Вольниче, это день появления самой первой луны, в этот день приносила жертву Бога, был праздник, потому, что в честь Бога, Повелителя, светил. Суббота это праздник, который описан в Ветхом Завете многократно, это день праздника в честь творения Бога Творца, который почил свой дел, и что мы дадим, по примеру, его почить от внешнего дела и войти в покой Бога. А день очищения, который здесь указан, это особый день, когда 11 раз в году перед священник в Храм выносил во Святой и Святой кровь в Завете. Все эти праздники говорят, Бог, мне ненавист от вас, я не могу их выносить. Мне тяжело нести их. Бог говорит, там появляется какой термин, когда человек надрывается под тяжестью большого веса, потому, что ваши праздники на самом деле для меня просто невыносимы, потому, что беззаконие праздникам. Нет, нет, нет. И Бог говорит, что если вы простираете руки ко мне, я отвощу от вас глаза мои. Есть такой принцип, что есть особая форма молитв, древнейшая, которая использовалась всегда всеми людьми, простирание рук. Об этом говорится наши, даже в псалме мы сейчас слышали. Да исправится молитва моя, я как отдела блютаобою, воздеяние рук моих жертвы вечерней. То есть, воздеяние моих рук как вечерней жертвы. Но это воздеяние рук, молиться с взятыми руками разрешено только для тех людей, которых руки не запятаны на невинной крови, которые не запятаны грехами, не раскаянены. Потому что отлученная причасть человека не имеет права молиться с такими руками, с взятыми руками. Итак, на самом деле как раз вот эти слова, вот этот 15 стих, они говорят о чем? Потому что не надо думать, что любая молитва бывает услышана Богом. бывает услышанно, иногда бывает так, что Бог отворачивается в ярости от такой молитвы. Но в случае, если это внешняя молитва сопровождается беззаконием для человека, что человек не желает прекращать творить беззаконие, злодействие, нечистоту и мерзи в глазах Бога. Вот такая молитва на Богу неприемлема и отвратительна. Поэтому и скажем, что есть такая молитва, которая является грехом. Вот есть страшный 108-й псалом, он читается в служении, кроме обычного поэтка чтения, в Страстную Пятницу. Там описывается некий человек, которому желаются такие добрые вещи, чтобы когда ты придешь на суд, чтобы он обязательно был осужден, чтобы жена его стала вдовой, чтобы дети были сиротами, были прогнаны, чтобы их не принимали ни в каких домах, чтобы по правой руке от него стал дьявол. И чтобы молитва стала грехом. 108-й псалом. Вот. Псалом это предсказывает Айуды, Скриот. Вот. И в этом псаломе прямо говорится, что есть молитва, которая является в глаза Бога грехом. Как мы вот сейчас видим, да? То есть, когда человек творит зло, не желая в нем исправляться, и такая молитва конечно Богу бывает отвратительна. Примеры того мы знаем и из новой этой истории, помните? История конной нечаянной радости, помните, да? Когда грешник приходил к Богу, перед грехом каждый стал вгородить его радость, и увидел, что раны на руках Христа открылись, потому что его молитва была в грех. Итак, и Господь говорит дальше, поэтому омойтесь и будете чисты. То есть, Господь прямо призывает Израиль к омовению, омыть грехи призывает, да? Омойтесь и будете чисты. Отнимите лукавства души ваших перед глазами моими, отстаньте лукавства ваших. Здесь, конечно же, главным образом указывается не только на омовение, не столько на омовение ритуальное, которое были в Брехском Завете, которые в своем всеми не умывали греха, как говорилось об великом таинственном омовении, которое отмывает грех людей. Какое это омовение, знаете? А? Святого Книщения. Да, поэтому и в день преднём Богоявления именно это при ней читается. Да, отрывок из этой книги читается, чтобы указать, что вот это великое омовение Богом установлено для омовения греха. Кстати, именно поэтому возникает вопрос, вы должны понять, что крестить всех подряд нельзя. Понимаете, да? Если человек не желает расставаться грехом, он неизгустимо крестить. как говорит Святой Кирилл Иерусалимский, ты можешь прийти с лукавственным крещением, вода примет тебя, дух тебя облазит. Понятно, да? Нет, поверили родители, но, мы говорим про взрослых, да, И вот, поэтому говорит Господь, омойтесь и будете чисты, не просто омойтесь, а будьте чисты дальше, продолжайте сохранить себя в чистоте. из раскаяния, да, которое дается Богом. Отнимите лукавство душ ваших. То есть, оторвите, оторвите зло от себя. Не давайте вашим душам стрепаться лукавством. Как говорит Стоян Андреевич, тогда настоящему ты узнаешь, что ты прощен, когда ты возненавидишь грех, который ты делал. Кому будет отвратительно и ненависть. Вот про это говорит здесь пророк Исаия, да, оторвите, отнимите лукавство душ ваших. Знаметьте, не просто отнимите душ ваших, а как, безглаза или мланина. В чем разница? Если я просто отнимал лукавство души ваших, могу сказать, да да, но я все прекратил делать, так? Даже могу сказать, что неотвратительно. Но я могу сказать, так, для широкой аудитории внутри продолжайте себя ходить и леять, да, это зло. Но безглазами Божьих не получится, сами знаете, да? Бог проницает глубины сердца человека, Он знает все тайны и мысли человека, поэтому Бог говорит, перед моими глазами это сделайте, да? Сделайте это передо мной, чтобы я видел, чтобы вам ненавистно, отвратительно всякое лукавство. отстаньте от лукавства ваших, то есть прекратите даже мысли о лукавстве, чтобы они не подходили к нам. научитесь делать добро, ищите правого суда. То есть мало отойти от лукавства. Я повторяю, у нас огромная ошибка современного православных христиан, многих, то, что многие православные христиане думают, что нужно ограничиться только прекращением делания зла. поэтому все христианство и тому, что отыскивают грехи наисвуде только. Но это же полдела только. Это же только полдела. И прямо сказано оторвите лукавства ваших дальше, что научитесь делать добро. Понимаете? Необходимо начать учиться делать добро. Это искусство, понимаете? Это наука, которая учится. Красиво и благородно творить добро. Ищите правого суда. То есть ищите правосудие. То есть старайтесь восстановить правосудие в этом мире. Здесь, конечно, обращается в первую очередь к тем, кто говорит это власть. Ищите правосудие. Вы не сидите просто, ждите, что к вам будет судиться, говорит он правителем. Но вы ищите правосудие. А вы часто говорите добро, красиво. В каких беседах вы говорили о том, как правосудие? У нас были четыре беседы в начале Великого Паста о разных родителях страстях. Правители должны отыскать возможность правосудия. Они должны защищать. Избавляйте обиженного. Это, кстати, любой может сделать. Избавляйте обиженного из рук обидчика. Толстовство с христианством несовместимым. Вы знаете, да? Непротивление злу насилием это не христианство. Христианство спокойно использует применение силы для того, чтобы защитить обижаемого. Примером там является Моисей, который убил обидчика, который издевался над евреем. и так Ну, помните, надсмотрщик стоял и избивал еврею. Да, девчонина, да. Разбирайте дело сироты и уважайте права вдовы. То есть, что значит разбирать дело сироты? То есть, относитесь к нему внимательно к делу сироты. Не сказано, что вы сироту оправдаете, да, сразу же? Нет, отнеситесь к нему внимательно. Внимательно и справедливо отдать из суд сироте. То есть, вот тот, кому нечего защитить на земле, вы обеспечите такую защиту. Как это можно нам сделать? Очень просто. Если у нас есть знакомые, близкие люди, которых некому защитить, даже в судах, мы должны простить о наличии над европат. Это очевидное доброе дело, которое мы должны делать. В случае, если какой-то человек обирают беззащитного, слабого, который не может себя поставить, христиане обязаны стынуться и нанять адвоката для такого человека. Это просто естественная обязанность такого христианина. Каждого христианина. Так? Вот. И защищайте вдову. Уважайте права вдовица. То есть, тоже, которые нельзя под них защищать. Поэтому и говорит, что Бог судья вдов и сирот. Да? Судья в каком смысле? Защитник в смысле. Вот как судьи Израиля чем они вообще занимались? Они не только сидели разбирают бумажки, да? Они там берут, судья таким образом, берут, собирают солдат, карпы, пошли рубить захватчиков. Вот суд совершил. Суд в смысле. Защита. В этом смысле к судье Израиля ближе подходит понятие джеков великанов. Понимаете, защитник, который защищает обездольных ослабок. Нельзя же до смерти в таком виске в любви так же не так? Нам не должно, нам стараться не так, но защищать нужно. И дальше говорит Господь, после этого, вот как вы начнете это делать, приходите и будем с вами состязаться. Ну, посудимся вместе теперь, да, уже? После этого будем судиться с вами. Если будут грехи ваши как багреница, как снег убелю. То есть, если ваша багреница это красная шерсть, которую использовала там, да, ну, вот такой вот цвет, как там, видите, бак красный, да, вот, она использовалась, как обычно, знак власти, там, царей или очень богатых людей. я сделаю как снег, чистый, свежевыший снег. Если они будут красны, как пурпур, до фиолетовости такой, да, вот, настолько сильный человек, что как бы въелся, я сделаю как чистейшая волна, белая. А если не доходите, послушайте меня, то будете вкушать блага земли. То есть вы будете здесь, даже здесь будете наслаждаться благами земли и получите землю кротких, награду, после конца мира. А если не доходите, не будете слушать меня, меч поест вас. Потому что уста Господни сказали это. Вас уничтожит меч, да, то есть будет, кара Господа придет из руки его. То есть это тот самый выбор, который предлагается перед глазами людей до сих пор, да, то есть люди должны выбирать, с кем они, с Богом они или с врагом в роду человеческого пребывают. Теперь же мы с вами продолжим чтение из книги пророка Исаии. 21 стиха 1 главы. Итак, как сделала соблудница город верный Сион, исполненный правосудие? Правда обитала в нем, а теперь в нем убийцы. Сибро твое не очищено, продавцы твои мешают вино с водою. Князья твои не покоряются, сообщники воров, любят подарки, гоняются за мздою, не дают суда сироте, не внимают дело вдовы. Посему так говорит владыка господь Саваоф, горе сильном в Израиле, ибо не прекратится ярость моя на противников, и совершу суд над врагами моими, и наложу на тебя руку мою, и очищу тебя огнем начисто, непокорно же погублю, и отыму от тебя всех беззаконников и всех гордых смирю. И поставлю судей твоих как прежде, советников твоих как вначале, после этого будешь называться гордом правды, матерью городов, верным Сионом, посредством суда и милостыни спасутся пленные его, и истребятся беззаконники вместе с грешниками, а оставившие Господа погибнут. Посему они будут постыжены заидов своих, которых сами пожелали, и посрамлены за сады твои, которых восхотели. Ибо будут они как телевинк, сбросившие листья свои, как сад не имеющий воды, и будут силы их как стебель отрепия, делая как искры огненные, будут сложены вместе в беззаконники грешники, и никто не погасит. Итак, после того, как Господь обвинил после того, как Господь обвинил Иерусалима, святой город Иерусалима, в отступничестве и предложил два пути, путь жизни и смерти, путь жизни в исполнении заповедей Божьих, путь смерти в отвержении заповедей Господа. После этого Господь переходит к тому, что показывает в чем заключается беззаконие святого города и беззаконие жителей города. Итак, здесь Бог удивляет и говорит, как сделать соблудницей верный Сион исполненный правосудие. Он удивляется и говорит, что Господь, я тебе дал столько благ, я тебе дал храм свой, я тебе открыл волю свою, я тебе дал, тебе посылал, тебе пророков, царей поставил, а ты же стал мятежником, который отступил от Бога. Дело в том, что в Библии, как я уже многократно говорил, вы, наверное, замечали, когда читали Священное Писание, блудом и прелюбодеяние, прелюбодеяние в первую очередь называется даже не супружеская измена, а измена человека Богу. Когда человек нарушает завет с Богом, когда он разрывает союз с Создателем, когда он оказывается мятежником, нарушающим волю Творца и который искажает волю Государства. И в первую очередь человек такой называется блудником. И вот здесь Сион скажет, как стал блудницей верный Сион, который был исполнен раньше правосудием. Действительно, вот такая загадка. Вот буквально сегодня мне присутствует говорить с одним человеком, у которого знакомый, он отходит постепенно от церкви. Он хотя 15 лет ходит в храм, говорит, теперь говорит, я не пойду на Пасху, уже не хочу, я устал, вкусно, не надоел и так далее. И этот процесс действительно есть. Многие думают, что если бы мы там убрали все проблемы, чтобы если у нас священники все были бы отзывчивые, если бы все были великолепными проповедниками, если бы в церкви не было шикарщих старух, как некоторые говорят, если бы в церкви все было понятно, народ бы тогда в церкви валом повалил и никогда бы из нее не ушел. Это неправда. Просто неправда. Церковь воинствующая, церковь связана не с самим подходом человека. Человек себя настраивает так, что он теряет Бога. Он становится изменником и мятежником против Бога. Это свободный выбор человека, ничем другим не обусловленный. Все остальное лишь поводы к этому. Конечно, не должно быть хамственных священников, не должно быть хамственной церкви, это понятно, я думаю, с этим спорить никто не будет. Безусловно, по ней естественно и нормально, чтобы богослужение оно кормило не только сердце, но и ум, и поэтому разум в богослужении тоже необходим, это тоже естественно. Но не это отгоняет людей от церкви. Например, мы можем привести пример, что ислам очень быстро распространяется по планете, хотя мусульмане молятся исключительно на арабском, которого подавляющие мусульманы не знают, даже близко не понимают, что они там говорят. Дело в том, что человек здесь, как сказать, человек, который входит в церковь, как вернее, который уходит от церкви, которая делает, которая отступает от церкви, он не человек, совершивший там, который там, ну, личный, знаете, личный выбор совершил и так далее. в отношении Бога, он мятежник. Понимаете, да? Он не просто человек, ошибочный выбор, какой-то сделал, нет, он мятежник, он блудник, да, прелюбодей, который изменил Богу, он изменник, и Бог, никаких мягких слов в отношении к нему не находится. Это очень важно нам понимать, когда мы, слишком часто, мы пытаемся найти мягкие слова к изменникам и предателям. Мы должны понять, мы должны войти в его положение. Помню, когда только прошла информация о том, что Сахин, такой бывший священник, ушел в ислам, вот, появилось множество людей, которые говорят, что, ну, мы понимаем, это твой выбор, это твое право, но зачем, мы тебя все равно продолжаем уважать и так далее. Но, конечно же, такой подход совершенно чушь Библии. Ну, чушь святым отцам, чушь священописанных, мятежник и изменник, есть мятежник и изменник. А эта попытка сейчас найти оправдание любого злодейства, она, конечно же, она является чем? Она является просто попыткой оправдания, на самом деле, очевидного мерзости злодеяния. Не случайно, с этим неразрывно связано, что? Вот, с этим явлением. Неразрывно связано Иудина, оправдание Иуда из кривотов. Если вы знаете, наверное, с начала 20 века идет целая волна оправдания Иуда из кривота. Начиная с Леонида Андреева, Даниила Андреева, и там, Мастер Маргарита, там, рок-опера, Джазус Край, Суперстар, там тоже Иуда как-то оправдывает. И целая волна оправдания Иуды идет. Это не случайно, потому что оправдание Иуда, дьявол добивает оправдания, понятно, кого? Самого себя, он же в нем жил. Понимаете? Вот, это попытка оправдания, на самом деле, сатаны. Это попытка под лозунгом не осуждения, а смешать добро и зло. А чуть позже мы увидим, что существование Бога это мерзкое проклятое дело, понимаете, да? Смешивать добро и зло. И вот здесь как раз мы должны понять, что человек, который совершил акты отступничества, он является преступником в прямом смысле этого слова. Он мятежник, он, его выбор не заслуживает никакого уважения, понимаете, да? Заслуживает лишь отвержения. Наши предки, когда там хоронили отступников, они их не хоронили, вы знаете, да? Они их выкидывали в болото. И в этом было гораздо больше христианства, чем в нынешнем пиетете предоступниками. Понимаете, да, почему? У них выражалось отвращение к самому тяжелому греху, к мятежу против Творца. И это крайне важно нам сейчас понимать, потому что слишком модно стала вот эта линия там у всех надо понимать, в положении каждого нужно попасть, понимаете, и так далее. Все это на самом деле отступничество и мятеж, больше ничто. Да? отступничество связано с тем, что человек недостаточно понимает, нет, отступничество связано с тем, что человек не желает быть с Богом и точка, и больше ни с чем. Он просто не понимает. Нет, он понимает и не желает. Как сказал апостол Павел, мы благоухание Христова и спасающихся, и сподебающих. Для одних запах живительный в жизни, для других запах смертоносной смерти. Понимаете? Тот человек, который после 15 лет каждой не в церковь ходил, он в тот момент знал, что что у Богослужии и все это питание? И ему скушно. А что вы ему сказали? Скушно ему сказать? Я не сказал, не ему, а человек, который с ним общался. Но вообще с этим людьми я говорю, ты знаешь, что ты делаешь мерзость и гадость? Ты мятежник, и то, что ты делаешь, связывается подлостью. По-другому это не называется. Вот. И оправданьте, нет, ты будешь в огненную бездну выброшен, если ты не прекратишь это делать. Я тебя предпочитаю. Итак. И поэтому сказано, и дальше сказано, что серебро твое не очищено. Раньше правда обитала в нем, а теперь в нем убийцы. Вот следствие интересное, да? Человек отступает от Бога, Творца жизни, так? И раньше в нем и точно что происходит? Раньше в нем обитала правда, то есть праведность и правосудие одновременно. Праведность, проявляющаяся в личной жизни, называется правдой, так? А праведность в общественной жизни называется правосудием. Так вот, раньше в нем обитала правосудие, а сейчас в нем убийца. Очень интересная мысль, на самом деле, здесь у рока Исаии, который Бог говорит. Дело в том, что те люди, которые отвергают живого Бога, неизбежно скатываются к оправданию убийства. Вот я сейчас только приехал с передачи, там мы записывались на тему отношения к евтаназии, то есть к благовому убийству так называемому. Вот интересно, что сейчас как раз-то чем дальше цивилизация европейская отходит от Бога, тем больше в нем культ смерти. Самое интересное, даже богословски понятно, почему, потому что все удаляются от Бога, удаляются от жизни, то есть погружаются в смерть. Конечно, здесь надо помнить, что единственное, что не надо ввенять Америку, надо безусловно помнить, что на первом авангарде движении всегда шла Россия, власти СССР. Первая страна, которая разрешила убийство детей, это была Советская Союз, конечно, но не Россия, России не было с 18-го будет, а вот Советская Союз, да, он был в авангарде этого зла, и, к сожалению, от зла этого не отрекся до сих пор. Аборты, законные убийства, которые до сих пор пропитывают кровью всю нашу землю. И это связано напрямую с отвержением Бога. Убивая отвергающего Бога, в нем поселяется смерть, и он начинает поселять смерть во всех окружающих. Недаром революционеры, восставшие против Бога, поднявшие нитеж против Бога, они стали убивать сначала классовых врагов, потом тех, кто не совсем с ними, потом своих уклонистов, потом сами друг друга стали убивать. Это неизбежно. Понимаете, человек, который отвергает Бога, он неизбежно становится убийцей, а убийство пропитывает его. Смерть свойственна сейчас людям. Посмотрите сейчас, например, на Запад или на расистских либералов. Какие права он составит? Право на аборт, законное право женщины на аборт, которое нельзя нарушать. Право на защиту от смерти террористов, убийцу нельзя предавать смертной казни, это негуманно, это нехорошо, и так далее. Мы должны уважать жизнь несчастную, пускай он даже убийца, и так далее. Право на бесплодное сажительство людей, то есть на гоноскосуализм, то есть опять то, что служит уменьшению людей, то есть то, что служит тому, чтобы люди не рождались. право и дальше право на эвтаназию, сейчас у нас введено право на наркотики, то есть это право на убийство, на смерть. Понимаете? Почему-то право на жизнь никто не поднимает, кроме случаев жизни убийцы, который должен таким образом больше зла причинить. а вот во все остальные случаи право идет только на смерть. Вот как хорошо у Льюиса в одном из романов была такая интересная мысль высказана. Там дьявол говорит, я пришел дать смерть и дать смерть с избытком. Это пародия на Христа, который сказал, что я пришел дать жизнь с избытком. Вот именно так дьявол дает смерть с избытком. Так что смерть переполняет отступников. И это не случайно. где раньше была правда и сейчас убийца. Если мы вспомним запад, запад раньше действительно в нем обитала правда. Как и в России. В смысле что запад рождал святых древности. Как рождала святая древняя Россия. Если вы куда бы не приехали в западную Европу, везде вы найдете даже общих святых христиан древних. Поэтому весь запад был раньше святой землей. Но потом отступив от Бога он уклонился напрямую совершенно. Потому именно отступники развязали мировые войны. Никто иные, а именно отступники. Отступники германские, отступники советские. Они развязали Великую войну Вторую. Первую войну отступники прусские развязали. И в результате отступники всех видов они превалили к всему миру. И так и дальше Господь продолжает Слебро твое не очищено. продавцы мешают вино с водой. В некотором смысле можно понимать это и буквально и переносом смысле. Слебро не очищено буквально делается фальшивые деньги с поддельным количеством драгметаллов происходит фальшивоманичество массовое на государственном уровне. Но Слебро общество также не очищено. Аристократия сама грязная. Сам высший свет не очищенный. Сам высший свет который должен бы светить потому так называться высшим светом он наоборот как гнилушка светится. И так Бог говорит об Иерусалиме. Но к сожалению так и происходит сейчас. Почему сейчас политика стала не ругательным словом? На самом деле это совершенно противоестественное явление. по нормальной политике даже хвалидным словом. Политика красивое высокое искусство управления обществом. Искусство управления городом дословно. Это же благородное искусство. Но стало ругательным словом. Имя того потому что сибро твое не очищено а гнилое. Потому что высший свет оказался пронизан гнилим. А гнилим она пронизала ни почему иному как по причине мятежа против Бога. Как вопрос о том что у него свой выбор надо его понимать он ничего не знал. Понимаете да? И вот дальше говорится что продавцы твои мешают вино с водой. И буквально в смысле то есть происходит коммерческое разложение общества происходит массовая фальсификация жизни. А мы знаем с вами что опыты продавцов когда продавцы всякую гадость продают под видом хорошей продукции является тяжелым преступлением перед Богом. По Божьим правилам те продавцы которые подпили дырку они делают меры спири Господа. Те продавцы которые занимаются продажей некачественных продукций они будут отвечать на суде Божьим как о злодеях. Это на самом деле надо знать не надумываясь там это вещь какая-то Бога не касающаяся. Бог внимательно смотрит на базары на супермаркеты да он смотрит на процесс изготовления алкогольной продукции потому что Богу угодно употребление вина в умеренное количество да но ему не угодно отрава когда под видом вина делается отрава понимаете да ну да почему нет да вот но при этом здесь кроме буквального фальсификата которые понятно почему происходит что человек Бога не боится Бога он и забыл к нему сзади повернулся и думает что главный наживо кроме вот этого здесь что происходит еще под этим занимается также то о чем апостол Павел говорит мы не корчем сны Слово Божие говорит апостол Павел то есть мы не подмешиваем к учению Бога выдумок человеческих понимаете а вот что происходит в Русарии Слово Божие смешивается с выдумками людей вот возникает такое явление парадоксальное когда человек пишущий о Боге или о смысле жизни или об предназначении человека Бога выводит на скобки или пишет о Боге не веря в Бога это страшное явление на самом деле как-то одного протестантского богослова считалось виднейшим богословом 20 века Павля Тилиха спросили молитесь ли вы он отвечал нет я медитирую вот почему он считался выдающимся богословом почему интересно вот например среди профессиональных теологов Запада и не только Запада но и либеральных богословов и России и других стран действительно существует такое явление что человек может писать о популярных каких-то вещах в это самое не веря не веря в Бога не доверяя Богу вот такое богослове конечно и есть то о чем где говорится про засыты мешает вино с водой так это под видом богослов человек получает отравленные свои мысли вкладывает в живое слово Божие которое теряет свои свойцеликные сил но еще можно сказать что подобным образом поступают мереотекторы люди которые говорят ну там к примеру русские еще не дозрели до прямого проповеди слова Божия давайте к ним окольно так подойдем окольными путями давайте там будем говорить там там с русскими с татарами там с кем угодно с кавказцами ну не будем о Боге с ними говорить давайте мы поговорим о культуре о нравственных идеалах о нравственных ценностях вот таким образом мы якобы будем миссионерствовать но вы сами понимаете что это к миссионерству никакого отношения не имеет понимаете да миссионерство это проповедь живого Бога единственного спасителя людей если человек об этом не говорит он просто вжжет он мешает вино с водой он губит душу свою и губит душу тех кто его слушает потому что никакой рассказ о культуре никого еще к Богу не привел а цель миссии какая обращение людей в христианстве я помню разговаривал на днях с одним нашим знакомым хорошим он мне говорил что с властями о Боге нельзя говорить они не поймут и с ними надо культуре говорить ну как вы думаете почему такое отношение к властям неужели они такие придурки неужели они такие слабоумные люди что им о Боге нельзя сказать даже в детском саду можно сказать о Боге и то люди поймут оказывается у нас если человек в кожаном кресосе сидит в большом кабинете у него сразу разум сшибает это неправда на самом деле любой человек достоин слышать слово о Боге и властитель должен услышать его в первую очередь наверное вот власть или только личные возможности диалог с властью а повышение уровня власти нет власть нужно обращать какое повышение в богослове когда они вообще не знают повышение может быть того когда у тебя уже что-то есть ты что-то повышаешь а когда у тебя ничего у него как ты повышишь понимаете первоклассник попадает на курсы повышения знаний по математике но не умеет складывать один плюс один понимаете какое там повышение почему обидеться нормальные люди никогда ничего не обижаются люди знают что чего они не знают что они знают и люди жаждают слышать слово Божие везде находящееся понимаете зачем люди считать глупыми глупее чем они есть на самом деле но все это вот видите результат и коррупция в смысле коррупция властей и коррупция в бизнесе если мы буквально все понимаем и переносном смысле то есть порча учения порча порча высшего света аристократии все это является результатом мятежа против Бога блуда первый грех это блуд против Бога мятеж восстание против живого Творца вот за ним все это остальное следует понимаете а ведь на самом деле смешанные порча научения оно крайне опасно на самом деле посмотрите например на пензенских сектантов вот пример порча учения да вот мы видим что одна из них уже покончила с собой да потому что кроме как самоубийством это запачивание насмерть названным не может быть кто новости смотрел знает о чем я говорил хотя из этих сектанток она запасила себя до смерти вот и само и вот это само поведение закапывание безумное совершенно как будто можно страшный суд под землей или подвале присидеть такая глупость на самом деле вот глупость которая приводит к смерти людей а результатом она является чего мятежа простого мятежа мятежа этих сектантов против живого Бога и так и дальше говорит пророк князья твои не покоряются то есть Богу не покоряются князья твои не покорны Богу то есть все твои судьи правители вельможи они Богу не покоряются ни Богу ни Его законам они пытаются ввести законы помимо Бога вот например как можно рассматривать вопрос закон вносить в какие-то законодательные органы об разрешении на убийство ну как это может ну как это может так это же плод не покорство на самом деле это был бы справедливым конечно те кто вносит такой закон применить эстаназию это понятно то есть так же как абортиру тех кто является сторонником абортов но тоже справедливо что вы хотели это и получить вот но опять-таки здесь что происходит вот гни которые распространяются 21 мятежа происходит как князья твои не покоряются а как следствие что а сообщники воров любят подарки гоняются за мздой вот это следствие сейчас спрашивают почему столько коррупции в России почему Россия там впереди там планеты все по коррупции а вот причина в общем простая вещь никакими законами коррупции не победишь никакими законами не победишь внутренней болезни человека понимаете хоть какую что-то вези человек всегда найдет возможность обойти это давно известно любой человек может обойти любую придумку человека вот и происходит это именно потому что люди заведуют непокорный Бог если человек непокорный Творцу он никогда не будет служить закон теми паче чечесп conc Hak он значит что лечение идти от закона ничего не стоит понимаете что выдумка просто человек а что служить выдумок человек согласитесь ну какой смысл один человек одно придумал потом забошлили побольше другой закон приняли помните пример когда Путин велел такой замечательный закон на захлете горных заведений помните первый случай когда закон путинская дума отклонила Не отклонила, а перенесла на два года вперед, вопреки Путину. Ну, конечно, все просто извежли к этому несчастным сотрудникам казино, которые остались без работы. Понятно. Все, конечно, бескорыстно было. Это же понятно, что, да. Это вот пример такой, почему коррупция даже в высших этажах власти связана именно с тем, что люди забыли Бога. Принципиально не хотят покоряться Богу. Тот, кто не покорен Богу, тот, конечно же, не будет слушаться никаких законов. И ждать от него этого бесполезно. Никакая власть, никакой террор этому не поможет. Некоторые там говорят, ой, вы там всего перстреляли, как при Сталине, все было бы хорошо. Но на самом деле при Сталине стреляли и хорошего не было. Потому что у каждого, у которого с данного стреляли, доходили огромное количество награбленного, подарков, всяких взяток и так далее. Люди и тогда и при Сталине не боялись брать взятки, хотя и знают, что из этого расстреляют. Понимаете, да? Потому что человек, который не связан с Словом Божиим, он не будет бояться ничего. Понимаете? Его страсть любая поведет там, да, на веревочке, и он побежит. А до революции была коррупция? Была, конечно, коррупция. А, конечно, меньше. Не смешите, не сравните количество. Надо помнить, что до революции население было страны нашей, такой же, как сейчас. То есть население России, Российской империи было 150 миллионов человек. Даже больше, чем сейчас. Чем Россия сейчас, да? Вот. Но при этом в тюрьмах сидело 150 тысяч человек. Разница ощущаете? А сейчас полтора миллиона. Разница есть? В 10 раз. И далеко не все из этих, так как есть, полутора миллионов, которые сейчас сидят, они там не по делу сидят. Гораздо больше, больше, как раз по делу сидят. Это прямой результат того, что происходит у нас в Главах. Вот там, я всегда привожу пример, 1848 год. Население Москвы полмиллиона человек, 500 тысяч там было. Вот. И в этот год запомнился тем, что в этом году в Москве не было совершено ни одного убийства за год. Представляете? В полумиллионном городе. Представляете, а вы можете представить, чтобы в полумиллионном городе, ну, представьте себе вот у нас. В Москве сейчас 10 миллионов, да, то есть того 20, чтобы у нас, к примеру, там, в год было бы там 20 убийств. Можете такое себе представить? Каждый день, наверное. У нас каждый день по несколько, по десятку убийств бывает, понимаете? Сколько в год убивают в Москве? Это посчитать я уж не могу. А несколько тысяч человек убивают в Москве. А связано это именно с тем, напрямую связано. Понимаете, когда человек не боится Бога, он не боится уже никого, понимаете? А вот я слышал лекции по тем, что я не очень много человек, но он сказал, что появление бюрократии в Петербурге, а это вот спровоцировало бы как раз появление взяточного, увеличение бюрократического расстройства. Ой, ну, взяточное было, как видите, еще про пророки Исаии. Вопрос, кстати, в том, что ничего нового здесь как бы в жизни нет. То есть наличие бюрократии как таковой, оно ничего не гарантирует. Взятку может брать, брать и не бюрократ, там, судья может взять, брать взятку, да, но без судей никуда не денешься. Без судей не денешься никуда, там, простите, там, ладно, милиция может не быть, там, да, но должны быть какой-то аналог, городовой, то же самое, да, полицейский, отряд собственной самобороны, когда нет ничего. Вот, как, например, во время оккупации гитлеровцев, собственно, первое, что сделали люди на захваченной немцами территории, они создали за отряд самобороны, чтобы защититься от КВДшников. Вот, ну, в общем, по-любому, появление любого отряда самобороны дает возможность дать взятку начальнику самобороны, да, это отряд, да? Ну, даже дикому премию взятку можно дать, понимаете? То есть тут гарантии никакой нет, будет даже абсолютный хаос. Вот, и то взятку можно дать, там, главаря очередной банды, которая, типа, пытается там нацеливаться на тебя, понимаете? Ну, это никуда не денешься, это ограничено только исключительно тем, что человек Бога боится, понимаете? Если он боится Бога, он брать взятку не будет, именно потому, что он знает, что за нее ответ придется снести. Человек не увидит, Бог увидит, понимаете? А когда человек, как, скажем, князья твоя, непокорная, то есть непокорная Бога, его законам, так поэтому они, сообщники воров, то есть воры воруют, они их прикрывают. Как это делают, сейчас мы знаем, да? Ой, как это делалось тогда, был практически тот самый механизм. Видите, что компьютерный техник использовался, но суть этого никак не менялась, как вы понимаете. Вот. И результат этого очень простой, потому что человек начинает сотрудничать с вами, он понимает, что государственным службам гораздо меньше даст. Дальше. Любит подарки. Понятно, да? Судит в зависимости от подарков и взяток. Гоняется за мздой. То есть гоняется за несправедливым, как раз-то, отношением. За деньгами. Кто больше платит, тот получается справедливость. Поэтому сказано, не дают суда сироте и не внимают дело вдовы. Опять-таки в глазах Бога, то есть те самые тяжелые преступления совершаются. Тот, кто не может заплатить, кто никому не их. Если человек не может себя защитить, такой человек, он оказывается в глазах этих князей и чиновников, он оказывается совершенно не нужен. Эта жестокость, она, конечно, проявляется именно в этих беззащитных людях. Даже до сих пор. Вот самая мерзкая прослойка людей сейчас, которая есть, это те люди, которые занимаются профессионально сиротскими домами. Это просто омерзительное дело, когда люди профессионально воруют сироту беззащитных людей. Это чудовищная вещь. У меня мои знакомые, которые занимаются помощью детским домам, особенно в провинции, они просто говорят, что там делается просто немыслимое действие. Именно потому, что люди Бога не боятся. А почему от НКВД что-то защищали эти отряды? М? Отряды самобородных. Ну, НКВД получил приказ Сталин там выжигать и оставить выжженную землю, поэтому... Ну, это такая история. Ну, ты стоишь, если факты. От отряда КВД они должны были выжигать деревни. Ну, прям самый яркий, первый взгляд, Гузой Космодемянский, помните? Мирные жители, что ли? Ну, мирные жители, кто сотрудничает с оккупантами, там, да, вот. Ну, если за Бога не успеет выскочить, то, да? Ну, зимой, там даже и успеешь выскочить, какая там, в минус 40 градусов какая-то. Ну, это так. Я не об этом говорил, собственно. Поэтому так говорит Владыка Господь Солов. Это безобразие идет, и люди думают, что все, сейчас все пройдет нормально, да, тихо там, у меня, что называется, все хорошо будет, ну, вмешивается Бог. Он говорит, так говорит истинный Владыка. Вот вы думаете, вы мнимый Владыки, да, вы думаете, что вы правите миром. Когда люди говорят, ой, на самом деле деньги правят миром, да, все ли, не правят миром, или что это еще. На самом деле правят миром Владыка Господь Солов, Владыка Солдина Небесных Сил. Солов, помните, что означает. Он говорит так, горе сильным в Израиле, ибо не прекратится ярость моя на противников, и совершу суд над врагами моими. То есть я совершу мой суд над врагами моими. А в еврейском еще жестче. Поэтому он так говорит, Яхве, Яхве, Господин Небесных Сил, сильный Израилев. О, удовлетворю я сам себя над противниками моими, и отомщу врагам моим. Видите, какая эмоция, да, у Бога, по этому поводу. Он говорит, Я это не дам, я не буду спокойно это смотреть. Не рассчитывайте, я себе дам возможность разгуляться, да, когда моя ярость обрушится на вот этих владеев. И наложу руку мою, на тебя руку мою, говорит Господь, и очищу тебя огнем начисто, непокорно же погублю, и отыму от тебя всех беззаконников, и всех гордых тебя смирю, говорит Бог. Он обещает, да, что-то? Никто не останется безнаказанным. И в еврейском даже интересное сравнение. Я вращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу тебя примесь, и отделю тебя все свинцовое. А то есть все эти вещи, подделку, только, знаете, там щелочь пускает, там, смесь свинца с серебром. И получается, что там свинец уходит, остается только серебром. Вот так же Бог говорит, я так же и сделаю с тобой. И вот всех этих мятежников, я их не притяжу, я их очищу. Не выйти такого, чтобы вы спокойно могли ходить и делать все беззаконие. Вот пример в истории, когда были зяточники, правительство наказанных. В времена Исаии были наказаны великими нашествиями, ассирийскими, например. В времена... Потом великое нашествие Наухудоносора, например, когда зяточники были страницы, наказаны те же самые. Ну а так, посмотрите на кладбище. Сейчас, пример такой был. В 90-е годы были в такой стране Российской Федерации. Знаете, может, все слышали такую страну. В ней были 90-е годы такие хорошие. Мирные, тихие 90-е годы. Вот. Правительство было по кладбищу не 90-х годов. Там красивые стоят памяти, роскошные. Годы жизни такие хорошие. 30, 35, 40 лет. Да? А потом отравление свинцом, медом, подами в голову. Знаете? Вот. Или отравление тротилом в форме взрыва. Ну, такие шикарные надежности, которые только монастырей стоят. С короткой жизнью, вот имя такое отнесывается. Шикарные, шикарные, сезем рамы. Где? Ну, вот в подсеркухол. Я не знаю. На сквистоке. Чего не знаю, то не знаю. Там явно, что люди как-то подозрители на жизнь законных. Не знаю. Вопрос к настоятельству. У меня здесь не лежит. У меня вернее, надо грубо говоря, это есть, неизвестно чья. Вот. Итак. И поэтому Бог говорит. Я отниму от Тебя всех беззаконников, всех гордых смирю. Есть как раз тот самый принцип, который работает. Вот интересно. Такой момент есть. Есть такой эпизод страшный, книги чисел, когда евреи подняли мятеж против Бога, очередной Бог. И Моисей говорит, если ты их не просишь, то вывести, ты и меня вычеркни с книги жизни. А Бог говорит, я сделаю так, я разделение сделаю. Кто заслужил, корову и покару. Так я возьму и прочищу, учащийся. Вот Бог, собственно, обещает всем беззаконникам. Но особенно Бог выделяет городецов. В глазах Бога любой взяточник гораздо менее виновен, чем гордится. И даже если ничего не украдут. Самый отвратительный, мерзкий человек, в глазах Бога, это гордец. Высокомерный, гордый наглец, который считает себя выше всех, выше Бога. Вот этот человек, самый мерзкий в глазах Бога. Он говорит, я его унижу. Обязательно унижу. И поставлю судей твоих, как прежде, и советников твоих, как в начале. И после этого будешь называться городом правды, матерью городов, верным Сионом. Посредством суда и милостыни спасутся пленные его. Итак, здесь Господь обещает, что в Иерусалиме, как будет, что в Иерусалиме в Сионом сегодня будет новое. Бог поставит судей, как прежде. Как прежде. Вы помните, что в глазах Бога появление монархии в Израиле, да, царской власти, было падением. Помните, кто читал Библию? В глазах Бога высшая форма правления была, когда Бог правил сам Израилем при помощи особых судей. Когда Бог поднимал особых людей, которых Он наделял силой Святого Духа, мудростью и властью, для того, чтобы совершать свою вводу. Бог обещает, что таких вот судей изначальных Он поставит в городе Иерусалиме, как прежде было. Что Он будет править через своих помазанников, да, которые будут судить им по его вводу. Эти судьи, о которых здесь предсказывается, это, конечно же, не просто судьи, это просто святые апостолы, которые стали судьями Нового Израиля. В Иерусалиме как раз-то они получили, как предсказывал Бог, да, они были поставлены Богом на горе сегодня в день Пятидесятницы, и они стали судьями Нового Израиля. Причем не переносно, в прямом смысле слова. Вы знаете, да, наверное, кто будет народ Израиля судить? Двенадцать апостолов, да. Помните, да? Вы сядете в двенадцати престолах, судите двенадцать коленом Израиля. Помните? Это как раз то самое обещание, которое Бог дал Истайе, оно исполнилось на святые апостолы. В день суда двенадцать апостолов будет судить израильский народ. Но и в Новом Иерусалиме, вернее, и в Новом Израиле, то есть в Церкви Божией, апостолы-то судьи, которые совершают свой суд по воле Бога, и построят, как прежние, и ставят нефть, как в начале. То есть ставительники будут, и их преемники, они осуществляют свой суд над народом Божиим. То есть, простите, а вот интересно, сами апостолы, они по крови являются из каждого колена? Нет, нет. Из разного. Апостол Петр и его брат Андрей, они происходят из колена Симеона. Апостол Иоанн, апостол Яков, они потомки колена Иудина. Апостол Кафома из потомок колена Нефалимова. Апостол Иуда Левей Фадей, он из колена Иудина, потому что он дворец сводный брат Христа. Так что там нет двенадцати такого соотношения. Итак, здесь предсказывается, конечно, появление вот этих судей, которые будут, и советники будут, как в начале. Как в начале были советники, и ставят еще по воле Божией, так и будут советники в Святом Городе. Как раз-то именно здесь предсказывается то, что Бог восстановит правосудие в своем народе, в новом народе, в своем обновленном народе Завета. В нем будут судьи и советники. Вот по этому принципу устроена церковь. Есть судьи, приемники апостолов, да и епископы, и советники, которых Бог поднимает. Это то самое пророческое служение, которое не оскудевает церкви. Да, ныне, что есть люди, которые поставляют Бога для того, чтобы уже в случае, если, например, приемники апостолов отступают от своих обязанностей, чтобы их обличать, вставить на место. Ну, пример такой мы знаем, когда Бог поднимал Максима из поведника, чтобы восстановить православие. Или примером известный, когда Господь через юродивых обличал царей, как Василий Блажен, или Иоанн Качанов, помните, может быть, да? Когда он Ивану Грозному местца Великой Пятнице предложил поесть, помните? Свеженького, причем сырого. Говорит, что покушать, человеченьки, ты нас любишь. Это как раз пример того исполнения этого пророчества, да? Как Господь в своем народе стоит именно с советников, которые, как вначале, советуют, как поступать по воле Божьей. То есть Бог обещал, что в нее церковь может сохраниться как власть судей, судей, которые предсказали, иская апостолы и приемников, как я уже сказал, и советников. Особое такое благодатное служение, пророческое, которое должны не давать церкви превратиться в особым государством в государстве. Не давать церкви забыть, что она живет небом, а не землей. Много раз люди в церкви пытались превратить церковь в земную организацию. Это было многократно. И все время Господь разрушал эти попытки. Церковь до сих пор остается неземной организацией, потому что Бог рушит все попытки ее оземлянить. Именно через судей и через советников. Как он и обещал. А последние моменты, когда такие последние моменты? Когда люди хотели оземлить церковь? Да сейчас хотят. Сейчас хотят. Конечно. Сичь попытки просто заставить церковь служить государству, это, конечно, попытка наземлить церковь. Церковь должна сотрудничать с государством. Должна быть созвучия, симфония. Созвучия. Может, наоборот, государство должно сотрудничать? Ну, здесь мы можем сказать, церковь, неважно, какой он на месте поставить. Вопрос. Человек должен созвучить двух властей, которые служат на благо человеку. Но не так, чтобы церковь служила государству, интересному родину и так далее. Ну, это пример такой. Бывают примеры другие. Бывают там говорят, что церковь должна служить для нации. Вот я был сейчас в Македонии и разговаривал с одним из раскольничьих митрополитов. Где-то было что-то. Он мне говорит, Македонская Павлославная Церковь должна служить Македонской нации. Понимаете, да? Или как говорят сейчас, что украинская церковь должна служить украинской нацией. Да, независимостью свою, да, независимостью украинскую. Вот это, конечно, пример такого мятежа, на самом деле. Попытка заземления, которую Господь разрушает неизменно. Потому что Господь сказал, мое царство не от мира сего. Если от мира было бы мое царство мое, да, слуги мои подвязали это за меня. Но на ней мое царство не отсюда, сказал Господь. Так остается до сих пор. И Господь не дает церкви заземлиться. Господь и в самом управляет, как и обещал. Итак, после этого будешь называться городом правды, матерью городов, верным Сионом. То есть, собственно говоря, так и произошло. Мы даже сейчас поем стихи первого гласа, который начинается по служению, который мы с вами будем петь на Великую Субботу, то есть на Великую Субботу это служит вечерний, который относится к кому-то дню? К Пасхе, конечно. Конечно, у нас, естественно, вот та служба, которую нас любят очень многие барышни прогуливать, под предлогом испечения куличей, вот, конечно же, на самом деле, эта служба является началом Великого Пасхального бдения. Вообще, пустая она должна начинаться в 4 часа дня, и после нее, после того, как она началась, служба не должна заканчиваться до окончания Второй Пасхальной Литургии ночью. Даже непрерывная такая будет, какого-то служения. Вот, и это вечерняя, на ней появится такая стихира. «Радуйся Сионе Святой, Матерь Церквей Божия Жилища». То есть, видите, здесь Матерь Городовская, а здесь Матерь Церквей. Это Города Божия в данных местах, так? Как и прискалывается Сайя, так и получилось, так? Сион стал Матерь Церквей, после того, как был очищен. Очищен чем? «Посредством суда и милостыни спасутся пленные его». То есть, пленные Сиона будут спасены при посуде суда и милостыни. Что это значит? Аналогичная мысль в юристском тексте. Сион спасутся правосудиями, обратившие сыны его правдой. То есть, Сион будет спасен через явление одновременно и правосудия, и милости Бога. Когда это произошло? Когда встретилось жесточайшее правосудие Бога, неподкупное, с абсолютной милостью Бога. Знаете? На Колгофе. Когда абсолютное правосудие Божие излило все свои кары на Иисуса Христа, который взял на себя грех мира, и его явление было явлением влечащей милости. Господь омыл в Своей крови все наши грехи, Он выбил до дна чашу гнева Бога, живущего века веков, и его милость таким образом развелась на всех нас. Как это сказал пророк Исаия, да? Явление одновременно и суда, и милостыни, оно спаслось пленных Сиона. Пленные Сиона, это те, кто находятся в величайшем плену, величайшую тирану, в огромном подземном царстве, называемом Адом, да? Вот оттуда были спасены люди, благодаря явлению и суда, и милосердия одновременно. Только его милосердие не могло спасти. Только правосудие, он могло только туда загнать. А вот сочетание и того, и другого, оно и привело к спасению. Понимаете? Итак, истребятся беззаконники вместе с грешниками, а оставившие Господа погибнут. Посему они будут послышены за идолов своих, которых они сами поживали, и подстремлены за сады своих, которых восхотели. Итак, те же, кто отвергает всем же отступникам и грешникам погибли в грешском тексте, а оставившие Господа истребятся. То есть беззаконники, которые презирают закон, и те, кто грешат и не раскаются в этом, они погибнут, говорит Господь. То есть на них дело Божие не распространится. Те, кто не желают каиса, они ничего и не получат от Бога. Они получат гибель, вернее, от Его рук. Они будут получать наказание. И справедливость над ними восторжествует. И отступившие от Господа погибнут. Именно потому, что Господь, Он является царем правды, который никогда не пощадит тех людей, которые от Него отступают. Это вопрос к отношению к отступникам. Пока человек жив, есть надежда, но когда человек выбрал твердо идти против Бога, надежды у него уже нет. Итак, поэтому дальше сказано, они будут постыжены за идол своих, которых сами пожелали, и по сравнению с отходствами, которых Вы захотели. Идолы, или в ереских текстах Дубрава, идет речь не о просто идолах, это было особое такое служение. Вообще, Писание, оно непрерывно обличало, и обличало евреев за Дубравой. Может быть, мы обратили внимание, кто читает Библию, что только Дубрава. Дубрава это не место, где дубы растут. Понимаете? Священная роща, что это такое? Это стояло капище, то есть истукан, перед ним стоял жертвенник, на котором приносилось жертву этому идолу, а вокруг находилась роща. Роща нужна была для того, чтобы в ней заниматься развратом. Что считалось, собственно говоря, формой почитания этого идола. Здесь шла речь об Вале и Астарте, о этих главных богах, хананеев и отступников евреев. Они почитались ритуальным развратом. Ну, так сказать, во всех физических культах осталось до сих пор даже. Даже вы не до сих пор ездите, рощи до сих пор стоят, где ритуальным развратом занимаются. А вот наше современное, как бы, авторусское, как язычество, которое сейчас поднимается... Точно такая же, точно так же. Тоже Тишина Дубрава. Даже с дубами. То есть, скажете, сегодня? Да, конечно. А почему нет? Ты что? Кто знает, что... Ну, йога бывает какая у нас? Йога, я думаю, вы помните, знаете, что йога у нас бывает там известно, что там дыши там в поле лоты сидят, а еще тантрой занимаются, знаете? То же самое, разврат то же самое, понимаете? Это взаимосвязано. Те, кто блудит от бога, должны это внешне выраживать. Прямо, в смысле, в том, что... Поэтому скажут, что они будут посравлены за свои дубравы, которых они возжелали. За эту похоть, которую они распустили в себе. Ну, нас слишком часто языческо понимают, как, знаете, такое... Ну, особая такая традиция льеза человечества там, да? Ну, просто интересные, красивые статуи, которые злые христиане разрушали почему-то, да? Вот. А у них очень красивые такие обряды, народные, этнические вот... А вот такую великую культуру этническо-языческую разрушили злые христиане. Да? Разрушить и разрушать будем. Публичные дома христиане не приветствуют. А уж что приносили на этих жертвенниках, нам хорошо известно. Как хорошо известно тем, кто занимается в повседальной археологии и Святой Земле и многих других мест. А на этих лотарях приносили жертвы, чтобы вы знали людей. Или взрослых людей, или детей. Восемься от необходимости. В чем считалось, что это очень выгодно, да? Какая-то проблема финансовая, сжег ребеночка своего, или чужого. Всего проблем нет. Здорово, да? Решение финансовых проблем. Вот. Поэтому и пророки Ветхого Завета, и христиане в Новом Завете, они одинаково хорошо относятся к домам. То есть их разрушают. Итак, и посередине застады, с которыми они восхотели. То есть понятно, да? О чем идет речь. И будут они, как теревинф, сбросивший листья свои. И как стад, не имеющий воды. Теревинфы, это особая разновидность с езеномовского дуба, с мелкими еще, никакие листочками. Вот. И когда он сбрасывает листья, он обычно вечно зеленый. Ну, вот пример листика этого дуба, можете посмотреть, у нас там лежат в мочевике. У нас, видите, лежит листика от дуба мамбрийского. Вот. Там лежит кусок дуба мамбрийского, где Бог принимал Авраама, да? Там желт оттуда берется, и там листик такой небольшой. Ну, вот. Когда теревинф сбрасывает листья, значит, все, он умер. Ну, как елка, если сгрозит, если иголки свои, да? То есть, эти люди будут, как внешне они кажутся людьми, но на самом деле они мертвеццы. Понимаете, смысл-то какой? Так? Они предваряют, как дерево, вроде кажется, дерево, а уже мертвое. И как сад, в котором нет воды. Ну, понятно, лежат точно такой же, да? Он высыхает и погибает. То есть, так же человек, уклонившийся от Бога, его душа засыхает и умирает. Он, знаете, мертвый совершенно человек. Итак, и сильный будет отрепьем. То есть, и будет силы, как стебель отрепья, или буквально солома льняная. Стебель отрепья, что такое? Ну, представьте себе, когда начинают, там, как лен делают, знаете? Делал сначала вычесы, чтобы там волокна остались, а вот то, что вычесы оставшиеся, да, он назывался стеблем отрепья, льняным отрепья. Вот, который вообще никому не нужен. Выкидывает, и сжигает. Его же не используют там для ростовки обычно, ну, как труд, там, поджигательные средства, понимаете, да? Вот так же и люди, которые сильные, которые гордятся своей силой и могуществом, да, которые ходят, о, это я сильный, там, могу, что хочу делать, так? Скажем, будут они, и сильные будут, как о льняной отрепья, как труд. И дела их, как искры огненные. Представьте себе, на труд, да, на какой-то, ну, знаете, что такое труд, да? Вот, ну, или на порох там, да, искриками покидаться, что получится. Сгорит, рванет, сгорит все. Будут сожжены вместе бездоконники и грешники, и никто не погасит. Вот поэтому сказано, таким образом, как получается, что сам человек сильный, гордящийся своей силой, он ничтожно не нужен совершенно в глазах Божьих, как кажется, да? Он же не человек. Он кусок, обломок человека. Вот сейчас, кстати, спрашивают люди, как же Бог может, как же, почему же там Бог не может спасти людей в аду? Но дело в том, что людей-то там уже практически нет, там обломки людей, понимаете? внешне людоподобное существо, бывший человек, понимаете? В прямом смысле, бывший человек. Даже на земле, когда человек разлагает, так говорят, бывший человек, так? Вот и тем более, уже в аду. Это же бывший человек, внешний человек, а внутри уже, что там человеческого осталось? А дела его будут искать, которые просто подожгут. Будут гореть вместе, и никто их не погасит. Так Бог прямо